Привет, привет всем! Рада всех поприветствовать, кто заглянул ко мне на канал. Сегодня я хотела бы рассказать о посылочках iHerb, которые я получила за последнее время. Если вам интересно это послушать, то пожалуйста, оставайтесь со мной. Приятного просмотра! В конце лета, по-моему, 25 августа, я заказала две посылочки с сайта iHerb. Одну я заказала с доставкой Боксбери, а вторую просто обычная почтовая доставка. И Боксбери я получила буквально через неделю-две-полторы. А вторая у меня, к сожалению, затерялась. У меня такой первый раз. Поэтому впредь, конечно, я больше не буду заказывать без трека, потому что неизвестно, кто ее прикарманил, так скажем. И она так ко мне и не дошла. Вот. И спасибо большое работникам сайта, что они выслали мне повторно все наполнение. Вернее, они не выслали мне повторно, а они вернули мне на счет все мои поздраченные средства на эту посылку. Я доплатила только за доставку Боксбери. Сейчас я вам расскажу то, что было у меня в этих посылочках. То, что было еще в августе, то, что пришло в начале сентября, получается. И то, что я очень хорошо распробовала, все практически уже закончила. Сейчас я вам покажу, что это. Значит, это было. Я заказала вот такую вот огромную банку льняного масла. Значит, наслышано про очень хорошие свойства льняного масла для нашего организма. Оно передает омолаживающие какие-то свойства организму. Оно улучшает состояние кожи, состояние волос, ногтей. И, в общем, для женской красоты это то, что нужно. Здесь содержится омега-3. Вот, я ее практически уже закончила. Оно у меня пустая. Там буквально на дне пару капсул осталось. Я их экономила, чтобы показать вам. Они выглядят вот так. Льняное масло, кстати, продается и у нас в аптеках. Но оно имеет очень неприятный аромат. И его очень сложно пить. Поэтому я его не стала покупать у нас. Хотя, возможно, придется. С нынешним, к сожалению, курсом доллара, который у нас возрос просто до небес. Поэтому заказываться их херп я уже, наверное, не буду пока что. Но вот эти капсулы очень-очень хорошая замена этому маслу. Потому что они без запаха. Они легко глотаются. Хотя, выглядят такими большими. Но у них желатиновая оболочка. Они мягкие. И проглатываются очень легко. Вообще, их нужно пить по 2-4 капсулы в день. Но я их пила один раз на ночь. По одной капсуле. Иначе, если бы я пила по 2, то они у меня закончились бы очень быстро. Вот. Ну и... Это фирма Solgar. Которую очень многие знают и хвалят. Очень хорошая фирма. Значит, стоили эти ампулы 9 доллара 88 центов. То есть, я считаю, что для такой большой банки это довольно была нормальная цена. Сейчас, конечно, с нынешним курсом доллара это очень дорого выходит. Но тогда это было очень хорошо. Потому что она очень большая. И здесь аж 1250 миллиграмм. Это льняной кислоты. Ой, льняного масла. 90 ампул здесь получается. Вот такая классная вещь. Возможно, когда-нибудь закажу себе еще. Что сказать о свойствах. Как она на меня действует, я не знаю точно. Но надеюсь, что действительно какое-то омолаживающее свойство есть. Я буду периодически покупать льняное масло. И пить его с периодичностью, предположим, раз в 3 месяца. Или раз в полгода. Я думаю, что это будет для организма только лучше. Худше от этого точно не будет. Так же, что я взяла повторно, опять же, в том заказе. Это были ампулы черники. Я уже их хвалила. Они так же идут в мягкой упаковке, оболочки такого же такого черного цвета. Вот так вот они выглядят. Я их пила так же один раз в день, на ночь. Но их можно пить и чаще. Это называется концентрат черники. Здесь 90 ампул так же. И стоил он 11 долларов 17 центов. Я взяла их повторно, потому что от первой своей упаковки я действительно увидела хороший результат. Потому что сейчас мы очень много времени проводим за компьютером. А если еще и работа связана с этим, то вообще очень ухудшается зрение. Поэтому у меня одно время, когда я только начала работать перед компьютером, резко упало зрение. Я прям чувствовала, что у меня какая-то пелена в конце рабочего дня. И когда я начала принимать эти ампулы, зрение улучшилось и эта пелена пропала. Потом какое-то время у меня их не было. Я их не принимала. И вот купила опять. Принимаю сейчас с огромным удовольствием. Потому что действительно я вижу эффект. И у меня зрение не ухудшается. По крайней мере, то, что я сижу за компьютером, надеюсь, на зрение это мое не влияет. Использовать от 1 до 3 ампул 3 раза в день. Ого. Я принимаю 1 раз в день по 1 ампуле. Ну, я в любом случае думаю, что от этого эффект есть. Также я опять взяла повторный, это концентрат сока алоэ. Про который я уже рассказывала много раз. Повторюсь опять. Оно у меня здесь где-то половинка еще есть. Я его принимаю по утрам натощак. Смешиваю там какое-то количество капель на стакан воды. И кишечник работает просто как часы. И я думаю, что это для организма очень-очень полезно и необходимо. Поэтому для меня этот сок алоэ просто незаменим. Сейчас не знаю, что я буду делать, когда он у меня закончится. Возможно, придется искать какую-то альтернативу. Посмотрим. Вот. И это были вот такие экстракт горцинии. 30к ампул здесь. Стоил он 5 долларов. Это как бы пробный такой образец. Вот такие вот ампулки там. И я еще их не пробовала. Вот такие вот. Ну, обычные совершенно капсулы. Ну, вот. Здесь их всего 30 штук. Это пробный как бы прообразец. Это экстракт горцинии камбоджийской. 60% гидросилимонной кислоты. Пищевая добавка. Подходит в качестве пищевой добавки. Принимать по одной капсуле один или три раза в день. Значит, за 30-60 минут до еды. Почему я их еще не пробовала? Потому что я собираюсь активно заниматься своей фигурой уже после Нового года. Потому что у меня всегда это так происходит. До Нового года я распускаюсь. После Нового года начинаю стройнеть. Когда уже близится лето. Поэтому я ее взяла для того, чтобы помогать себе. Просто помогать в качестве пищевой добавки. Для того, чтобы снижался аппетит. Для того, чтобы... Оно ускоряет окисление жиров. Производство гликогена. Приводит к быстрому насыщению. Без искусственной стимуляции центральной нервной системы. Также оказывает множественное действие на процесс регулирования веса. Тормозит новообразование жира. Нормализует уровень сахара в крови. И уменьшает аппетит. Если, конечно, мне она понравится. Я, возможно, закажу полную версию. Если буду, конечно, делать заказы еще на iHerb. Вот. Но в качестве пробы такая упаковка 5 долларов стоит. Думаю, можно было попробовать. Поэтому я, конечно же, не могла пройти мимо. В будущем обязательно я попробую. Когда она у меня будет пустой. И если будет эффект, я, конечно, про нее расскажу. Пока, конечно, я пока особо ничего сказать не могу. Вот. Это у меня был такой вот мой тот первый заказик, который я получила еще в сентябре. И сейчас расскажу то, о чем, что я получила уже совсем-совсем недавно. Значит, также я заказала на будущее. На тот момент, когда я начну строить. Буду по вечерам пить. Это вот такой вот чай. Супер слимминг. Ну, и обычный, наверное, такой. Чай стройнеющих. Типа летущие ласточки. Ну, я думаю, что тут будет состав получше. Значит, выглядит он вот так. Вот обычные пакетики. Я его еще не пробовала. Ну, обычные травы какие-то. Травяной чай. Так, супер слимминг. Я еще чаи с iHerb не брала, хотя слышала много положительного у них. Здесь, значит, 20 пакетиков супер похудения без кофеина. Этот чай. Стоил он 4 доллара 30 центов. Полностью натуральный, без кофеина. Древнекитайское лечебное средство. Написано. Способствует очищению и детоксикации. Травяная пищевая добавка. Эффективная смесь. Способствует очищению и детоксикации и улучшению пищеварения. А также он содержит сену и мальву мутовчатую. Которые как раз таки и будут слабительными средствами. Так что я его, скорее всего, буду пить только по вечерам. И только уже, может быть, на ночь глядя. Потому что обычно вечером, когда я начинаю стройнесть, я пью какие-нибудь всякие похудательные чьи для очищения организма. И поэтому он мне тогда понадобится. Я его заказала в моем будущем. Также на будущее я взяла и вот такую вот штучку. Я ее, кстати, еще даже не открывала. Значит, стоила она также 5 долларов. Это вот такая вот Natural Factions капсула для подавления чувства голода. Вот. Они такие двухцветные. Коричневые и красные какие-то ампулы. Но они уже желевидного цвета, ой, желевидного вида такого. Такие же, как омега-3 витаминки. Стоили они также 5 долларов. То есть это тоже как пробный образец получается. Вот там сколько. Пахнут не очень приятно, честно говоря. Вот. И сейчас я прочитаю, что про них пишут. Значит, чтобы поддержать здоровый уровень глюкозы, холестерина в пределах нормы, помогает снизить гликемический индекс пищи и способствует здоровому метаболизму глюкозы. В общем, я вот это вот расценирую. И вот эти вот ампулы будут, по-моему, сначала эти, наверное, закончу, потом эти. Или наоборот, посмотрим. В общем, тоже будут всего 30 ампул здесь, 30 здесь. И когда я закончу их, опять же, если я увижу результат, то расскажу про них тоже. Ну вот, за 5 долларов, почему бы не попробовать, было интересно, конечно. Принимать надо по 2 капсулы 3 раза в день. Ого. Вот это 30 штук этих хватит на неделю максимум. Ну, посмотрим. Я обычно принимаю всего лишь по 1 ампуле. Написано, что в их составе есть знаменитое экзотическое растение коньяку. Наверное, которое, спонжики знаменитые. Которое не только усмиряет аппетит, то есть разбухая, получается, в желудке, но и налаживает пищеварение, снижает сахар. В общем, классная вещь. Буду пробовать с огромным удовольствием. Следующее, что я взяла, опять же, опять же, для того, чтобы использовать ее во время моего упрямления к похудению, это знаменитые ягоды Годжи. Как я могла пройти мимо них? Значит, здесь большая такая упаковка. 454 грамма. И стоили они 23 доллара. То есть, это была самая крупная вещь у меня в заказе. Сейчас я вам покажу, как они выглядят. Если, может, кто не видел. Вот так вот они выглядят. Они похожи на какой-то орешек или какой-то сухофрукт скорее. И мне, кстати, очень понравились они по вкусу. Хотя вкус у них довольно такой специфический, но они сладенькие. Я думаю, что во время того, как настройнеешь, сладенькие ягоды употреблять, это просто чудо какое-то. Вот, я их буду принимать вечером, значит, вместе с кефиром или с чаем каким-то травяным по вечерам, когда буду приходить с работы. Вот. И мне очень понравились они на вкус. На вкус они, кстати, что-то среднее между курагой и фиником. Вот, что-то мне напомнили. Что-то такое среднее. Их здесь довольно много. Я думаю, что хватит надолго. Такие вот ягодки. С огромным удовольствием буду их употреблять. Вот. И также не могла я пройти мимо знаменитых кокосовых чипсов. Те, которые я в тот раз хвалила, которые многие девочки тоже хвалили, очень вкусные. Их не было, к сожалению, в наличии. Поэтому я взяла попробовать другие. Эти стоили также 1.99$. Ну, практически 2$. Это уже поджаренные хрустящие кокосовые стружки, называется. Тут уже ничего нету. Практически пустая упаковка. Но я засняла. Сейчас вставлю, как она выглядит. Это кокосовая стружка. Очень-очень вкусная. Такая же вкусная, в принципе, как и та стружка, которая мне понравилась в первый раз. Единственное, она немножко более такого темного цвета, за счет того, что поджаренная. Но у нее такой же яркий, вкусный, насыщенный кокосовый вкус. Обалденно просто пахнет кокосом. Значит, без глюкена написано. 100% натуральный. 3 грамма клетчатки. Можно использовать его, смешать с йогуртом. Можно посыпать в овсянку. В общем, классная вещь. Но я ее так схромкала, потому что в нашей семье кокос люблю я больше всех. Ну, классная вещь. Мне понравилась. Так. Следующая. Я слышала хорошие отзывы про вот такой вот какао на стле. Тоже захотелось мне его попробовать. Здесь идут вот такие вот упаковки. Вот. И уже с зефирками такими вот очаровательными. Вот. Такими вот. Ну, правда, их по вкусу особо не видно. Но вкус у этого какао просто обалденный. Я вот буквально недавно совсем его попробовала. Именно вкус, как в нашем детстве было какао, просто обалденный. Супер. Мне очень-очень понравилось. Из 6 пакетиков какао-микс с кусочками зефира. Стоило оно 2 доллара. Вот. Да, у меня осталось 4 пакетика. Вот такие вот пакетики. Действительно вкусная вещь. Жалко, что у нас таких не продают. Или, может, я не видела. Может, продают, но я не видела у нас такие. Очень-очень вкусное какао. Оно сладенькое такое, приятное очень на вкус. Ну, конечно, здесь сахар есть в составе. То есть, для... Здесь диетически это не подойдет для тех, кто придерживается диеты. Но вещь, конечно, обалденно вкусная. Так, следующее, что я заказала для своих диеток, это вот такой вот витаминный комплекс. Мультивитамин Али Эйлиф. Вот. Я почему-то думала, что это будут жевательные конфетки. Но это не жевательные, это обычные такие вот. Но они сладенькие, приятные на вкус. Они здесь разные идут по цвету. Есть розоватые, есть желтые, есть оранжевые. Вот такие вот. Здесь какой-то рисуночек даже на них выбит. Запах довольно приятный такой. Здесь идет 26 фруктов и овощей для детей. Очень много разных витаминов. Здесь А, С, Д, 3, Е. Фолиевая кислота, витамин В12. В общем, куча-куча разных витаминов. Большая такая упаковка. Здесь идет, получается, 120 таблеток. Думаю, надолго хватит. Стоило 10 долларов 70 центов. Это жевательный мультивитамин. Поэтому я думала, что это мармеладки. Не знаю, как он жрется. Я его не ела со вкусом натуральных ягодов и апельсинов. Вот такие вот витаминки. Ну, потом расскажу. Пока Санульке они очень-очень нравятся. Он их с удовольствием каждое утро кушает. Вот. И последнее, что было в моем заказе, это два вида спирулины. Одна такая упаковники органическая спирулина. Это я взяла для себя. Здесь 30 таблеток. Стоила она тоже 2 доллара 98 центов. Еще ее не открывала, потому что пока другие витамины принимаю еще. Ну, все знают о полезных свойствах спирулины. Лично я брала, решила взять спирулину после того, как послушала липку 1000. Она рассказывала о том, как избавиться от аллергии солнечной. И в основном написано, что восстанавливать иммунитет нужно при помощи спирулины. Вот в этой вот маленькой упаковочке такие вот зеленые, темно-зеленые таблетки. Ну вот, я их тоже попробую, конечно. Они потому что довольно полезные. Вот здесь очень много содержится всяких полезных витаминов, минералов и всего наподобие такого. А вот эту вот большую бадью, в которой 500 миллиграмм, 500 таблеток. Очень большая такая упаковка. Она спирулина натуральная от Now Foods. Долго я думала, выбирала, какую от какой фирмы взять. Стоила она 21 доллар 66 центов. Конечно, это недешево, так скажем. Но я ее взяла именно потому, что у моего мужа летом очень часто бывает вот эта крапивница, вот эта солнечная аллергия, особенно когда мы едем куда-то отдыхать на море. Это капец, конечно. Он потом начинает весь покрываться красными пятнышками, они начинают чесаться. И это, конечно, просто невыносимо. Здесь, кстати, тоже такие же точно зеленые таблетки. Аромат, конечно, жуткий вообще. Вот они такие вот зеленые. Запах просто не очень приятный. Пахнет жутко тиной, водорослями какими-то. Итак, значит, эта добавка богата нутриентами. Обеспечивает, естественно, набор питательных веществ, палочных и цельных продуктов естественного происхождения. В спиролине содержится самый высокий уровень протеина и бета-кератина из всех растений, а также гамма-алинолевая кислота, естественно, просто жирные кислоты, естественно, с многочисленными полезными для здоровьями свойствами. А также витамины, миралы, микроэлементы, соли, аминокислоты и ферменты. Значит, здесь написано принимать их аж по 6 таблеток в день. Обалдеть. Даже можно с помощью спиролины поднять уровень гемоглобина в крови, чем я, конечно, страдаю постоянно. У меня вечно пониженный гемоглобин. Особенно актуально для беременных женщин. Где они раньше были, когда я постоянно беременна, ходила, мне постоянно врач прикал, что у меня пониженный гемоглобин. Значит, ускоряет процесс выздоровления при травмах, переломах, уменьшает риск послеоперационных осложнений, способствует быстрому заживлению ран, а также использует для улучшения состояния кожи и предотвращения преждевременного старения. Вот. Но мы ее взяли для того, чтобы избавить мужа от этой солнечной аллергии. Вот. И поэтому, скорее всего, мы ее оставим ближе к следующему лету, он начнет ее принимать. Поэтому я заказала сейчас, потому что не знаю, когда в следующий раз буду делать заказ на эхер, повторяюсь. И такие вещи у нас будут стоить, конечно, значительно дороже, если они вообще у нас продаются в аптеках. Я, честно говоря, не видела. Ну, спирулина хорошая вещь. Если кто не видел видео про спирулину, посмотрите, у Литки 1000 она рассказывала. Ну, в общем, она действительно спасение от многих болячек. Вот. И поэтому будем с огромным удовольствием ее принимать. Я надеюсь, что мужу она поможет избавиться от солнечной аллергии. Спасибо всем большое за внимание. Я надеюсь, вам было чем-то полезным. Спасибо всем за то, что смотрели мое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, буду очень-очень рад. Пока-пока. Увидимся в следующих видео.